Поддержка малого и среднего бизнеса одна из главных тем другой панельной сессии партии Нуратан, которая проходит в эти минуты в Астане. Индира Тикжанова присоединяется к нам. Индира, добрый день. Что еще обсуждают партийцы? Динара, добрый день. Но вот главная тема, которую обсуждают сегодня на панельной сессии, касается она перспектив роста экономики. Снижение инфляции, повышение доходов и повышение уровня жизни казахстанцев. Такие задачи сегодня стоят не только перед госорганами, но и перед партийцами. В зале здесь сегодня находятся более 200 участников завтрашнего съезда. Это депутаты Мажелиса, предприниматели, а также государственные служащие из нескольких регионов. Круг обсуждаемых вопросов самый разнообразный. От поддержки малого и среднего бизнеса, то, о чем вы говорили, до развития нефтегазового сектора. От Министерства нациоэкономики прозвучала информация, что поручение президента о повышении заработной платы коснется более 800 тысяч работников. Также сообщено, что ведомством сейчас реализуется план по обеспечению макроэкономической стабильности. Касается это в основном совершенствования налоговой политики страны и реального оздоровления финансового сектора. Вот уже о задачах партии нам сейчас расскажет депутат Мажелиса Альберт Рау. Альберт Павлович, вот такой вопрос к вам. Скажите, какие меры по развитию экономики, по поддержке малого и среднего бизнеса включены в план партии? На этой панельной сети мы как раз обсуждаем экономический блок нашей новой программы. Я сейчас, когда выступал, я сказал о том, что прежде всего это реализация стратегического курса президента. Все, что связано с деферсификацией экономики. И я напомнил делегатам о том, что ровно 10 лет назад на майском съезде партии как раз президент объявил программу индустриализации. Сейчас мы это помним, то есть уже пролетело 10 лет. 9 лет мы занимаемся активной индустриализацией. Результаты есть. Поэтому все, что сейчас программой предусмотрено, это просто совершенствование. То есть те задачи, которые ставит президент. Ну, например, там углубление переработки сырья. Мы там перерабатываем одну треть нашего глинозема в алюминий. А почему нам не перерабатывать 100% и не отправлять сырье в Россию, а перерабатывать на месте? И таких примеров, и таких примеров десятки. Что касается макроэкономической стабильности, да, это тоже одна цель, но в то же время меня вчера очень порадовало, когда президент перед новым представителем Национального банка сказал, что Национальный банк кроме инфляции еще отвечает за экономический рост. И поэтому экономический рост, с которым связано потом увеличение доходов бюджета и соответственно решение социальных проблем наших избирателей, это приоритет, главный приоритет нашей новой программы. Скажите, а от завтрашнего СЕЗа что вы ожидаете? Ну, знаете, у меня партийный билет номер 360. Да, это достаточно. Говорит о том, что нам есть что вспомнить. То есть прежде всего, конечно, это 20 лет партии. Мы прекрасно помним, в каких условиях она создавалась. И, как всегда, СЕЗ – это консолидация. То есть это консолидация вокруг новых задач, которые ставит лидер партии. И это задача на созидание. Поэтому, конечно, это прежде всего заряд. Спасибо большое. Желаю вам удачи. Спасибо. Ну, Динара, я добавлю также, что здесь сегодня присутствуют представители регионов. Это Атравска, Актюбинска, Шемкенская области. Будут говорить в том числе и о проблемных вопросах. Вот более подробную информацию буду готовить уже к следующему выпуску. А пока у меня на этом все. Передаю эфир вам. Спасибо, Индира. И я напомню, наш телеканал следит за тем, как проходят панельные сессии партии Нуратан.